Стешу не зря называют звездой инстаграм. Наследница Дмитрия Маликова часто оказывается в эпицентре скандалов в социальных сетях, подписчики горячо обсуждают внешность и наряды девушки. Дольче Вита от Стефании Маликовой – это толпы поклонников, светские рауты и дорогая одежда. Многим ее ровесникам даже и не снились те атрибуты красивой жизни, о которых она регулярно сообщает в своем микроблоге. Откровения Стефании подчас выходят ей боком, но, похоже, грубости не слишком задевают любимицу публики. Чем старше становится девушка, тем больше критики ей приходится слышать в свой адрес. Однако Стеша одинаково ровно реагирует на недовольство и восторг, в переписку обычно не вступает. Она давно привыкла быть в центре внимания, пусть и не всегда доброжелательного. Несмотря ни на что, Стефания продолжает публиковать в Инстаграме лишь позитивные посты. Как-то девушка похвасталась тем, что собирается встречать Новый год в наряде Валентина за 945 тысяч рублей. Стоимость платья вызвала настоящий шок и десятки возмущенных комментариев. Что же такое надо сделать, чтобы спустить на одежду миллион? Бессмысленная трата денег, лучше бы на благотворительность отдала, хоть какая-то польза была бы, взорвались негодованием подписчики ее аккаунта. Возможно, шопица с размахом ей позволяет участие в съемках для крупных компаний. Стефания призналась, что первую зарплату получила еще в 12 лет на съемках для одной косметической компании. Когда мне было 12 лет, я первый раз заработала настоящие деньги, радости мне было предела. В компании папа Эдита и Стаса Пьехи снялись для обложки каталога Avon. Это была моя первая серьезная съемка в жизни. Тогда главной моей целью было купить на эти деньги двух черепашек, как мало надо было для счастья. Спустя месяц мы с семьей поехали в Нью-Йорк, гуляли по знаменитому Таймс-сквер и зашли в магазин Шанель. На витрине блистала маленькая красная сумочка, которая свела меня с ума. Она мне настолько понравилась, что я забыла об этих черепашках и чуть не сломала витрину. В конце концов, я и сумку приобрела, и черепашек подарили за хорошие оценки. Эх, беззаботное детство, делятся воспоминаниями Стефания. В женихи Маликовой приписывают наследников далеко не бедных семей. Тему личной жизни знаменитость в социальных сетях не комментирует. Некоторое время назад девушка удалила со своей страницы совместные фото с экс-бойфрендом Леонидом, сыном миллиардера Груздева, некогда занимавшего пост губернатора Тульской области. Их роман длился два года, но закончился разрывом, инициатором которого якобы выступила сама Стефания. Они часто появлялись вместе на разных мероприятиях и вечеринках. Груздев составил ей пару на балу дебютанта Ктатлар, когда 18-летнюю дочь известного певца официально представили обществу. Он вышел танцевать с ней первый вальс. Поклонники были уверены, что дело идет к свадьбе, но дальнейшие отношения не сложились. Причина, по которой молодые люди прекратили встречаться, оказалась банальна, их чувства остыли. Девушка стала замечать, что друг не уделяет ей должного внимания и пресекла общение. Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами, дала совет своей подписчице Стефания после расставания, поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению. Ранее ходили слухи о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с сыном певицы Валерией Арсением Шульгиным, а также ей приписывали роман с певцом Юркисом. Однако эти версии подтверждения не нашли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова